Старинные дома в самом сердце города не дают покоя многим. На 2-й Безбожной улице осталось всего 4 ветхих здания, но они по-прежнему приковывают внимание активистов. Сменить название ей пытались больше пяти раз, но безуспешно. Крайнюю попытку сделали в ноябре прошлого года. Тогда улицы хотели присвоить имя нового американского президента Дональда Трампа. Весть об этом быстро облетела не только интернет, но и зарубежные СМИ. Сегодня 2-я Безбожная улица набирает все больше популярности и формирует представление о России в глазах иностранцев. А здесь действительно есть на что посмотреть. Ветхие строения, нерасчищенные дороги – и это в центре города. Дома обещают снести к 2020 году, но их жители переезжать не собираются. Зачем мне расселять? Это мой частный дом. У меня есть квартира, все, череду. Зачем я буду сидеть? Я приехал, машину загнал, все, ну чашечек, там я помидор, посажу огурцы, что-нибудь на стол для кваса. Чего мне расселять-то? Я когда просил? Дайте мне землю. Правильно? А что ж все? Кто на чем хочет сыграть-то? Для Николая Федоровича этот дом – вся его жизнь. 50 лет назад он построил его вместе с родителями и живет здесь по сей день. Напротив уже возвышаются современные многоэтажки. Эта контрастная картина поражает не только рязанцев, но и съемочная группа зарубежных изданий. Кстати, после их приезда на Безбожные улицы ничего не изменилось. Да и гостей особо никто не видел. О них здесь ходят лишь слухи. Между тем, в покосившихся строениях живут в основном пенсионеры. Они настолько привыкли к жизни на земле, что переезжать в квартиру совсем не хотят. Даже несмотря на отсутствие центрального отопления и теплого санузла. Женился, да? Хотел здесь дом хороший построить. Надежда Чумакова, знаете такую? Да? Она сказала, здесь будет привокзальная площадь. Я был молодой, все. Сейчас скажут, строй себе. Скажут, что, на Сусо и в могилу? Однако старинные дома есть на многих улицах города. За какими-то следят городские власти, другие содержат сами жители. Но и те, и другие выглядят застывшими памятниками исторической Рязани, которые медленно уходят в прошлое. Как вы думаете, нужны, в принципе, такие деревянные улочки в Рязани? Ну, наверное, уже нет. Потому что они... Ну, какая улочка? Здесь все дома, и среди этих домов один домик. Ну, наверное, уже нет. Уже, наверное, время ушло, когда надо было эти улочки сохранять. Считаешь, что нет? А почему? Ну, как-то вид плохой у них уже. Либо их реставрировать надо, ну, либо строить нормальные дома. Скажите, как вы считаете, нужны в центре города деревянные улочки со старинными домами? Обязательно. Это наша история. А почему? Ну, потому что я люблю историю. Это же история Рязани. Как деревянные улочки с домами. Вы знаете, в Суздале запрещено больше двух этажей строить. Теплые, уютные, с резными ставнями. Их так интересно разглядывать прохожим. В этих домах есть особая романтика, напоминание о многовековой истории. К сожалению, многие из них пришли в упадок. И сейчас вызывают больше сочувствия, чем восхищение. Жителям Безбожной улицы все равно, что подумают о них иностранцы. Главное, чтобы заботились местные власти. Продолжение следует.